Министр финансов Казахстана. И прилетел он именно из этой прекрасной и чудесной страны сейчас к нам. Кроме того, что он преподаватель и основатель курсов по бизнесу, которые уже посетило 50 тысяч человек, он еще и вырастил 10 долларовых миллионеров. Для нас огромная честь сегодня представить вам человека, который сейчас появится на этой сцене, а пока про предыдущего спикера, о котором я хотел сказать. Олег Драгун, к сожалению, был, как мне сказали, утром, по-моему, прооперирован и не смог сегодня приехать сюда. В силу определенной сложности с здоровьем он просил прощения, что заявленная повестка дня не будет состояться. Вот сейчас как бы нет у нас возможности ему дать микрофон или даже устроить какую-то конференц-связь. Есть повод встретиться в будущем. А пока Олег Ким сейчас появится на этой сцене. Давайте взбодримся чуть-чуть, поаплодируем человеку, который специально прилетел в наш город. И подготовьте любые вопросы. Я думаю, Олег с радостью сегодня поделится знаниями. Спасибо. Добрый день. Как меня слышно там на галерке? Хорошо? Я очень рад поприветствовать вас здесь. Я гость у вас здесь в Казани. Я не гражданин России. Я прилетел к вам из Казахстана, из города Алматы. Меня представили, но я даже сам удивился. Это очень крутое было представление. На самом деле. Вы подумали, что я вот такой же, да, великий, могучий, волосатый там и так далее. Я могу сразу сказать, что министр финансов со мной не консультировался. Это что-то какое... Извините, это Альберта строчка была. Да, может быть, может быть там. Но все остальное вроде как бы верно. Окей. Я еще раз представлюсь. Меня действительно зовут Олег Ким. Мне 74 года. Да. До 130 осталось. Вот. Ну что я могу сказать. Сегодня тема моего выступления, она очень серьезная и одновременно очень интересная. Это высокотехнологичные стартапы и инвестирование в эти стартапы, взаимодействие с инвесторами и так далее. Но чтобы понимать, что такое вообще инвестиции, да, инвестирование, я бы хотел начать немножко с другой темы и хотел бы задать такой банальный вопрос, друзья. Как вы считаете, что больше всего интересует людей в этой жизни? Счастье. Как? Счастье? Ну да, в принципе, не поспоришь. Счастье интересует всех. Ну правда, многие трактуют это по-разному, да, то есть счастье это такое многогранное, многоликое. Для кого-то счастье это просто, чтобы на голову не капало, да, чтобы дома телевизор, сериал любимый показывали, да, и так далее. Что, какие будут версии? Что больше всего интересует людей в этой жизни, обычных людей, вот такие, как мы с вами? Деньги. Что еще? Громче. Крышина на головой, говорят, финансовое благополучие, самореализация. Ну финансовое благополучие, это и есть деньги, да, если мы как бы обобщим. Что еще? Знания. Семья. Семья. Здоровье. Здоровье. Безопасность. Ну в принципе, вы сейчас говорите именно те непреложные, да, вот эти ценности, я полностью с вами согласен. Я могу это все обобщить. Давайте выделим три ясновополагающих, да, фактора. Первое, вы сказали, деньги, да? С этим все согласны? Деньги интересуют всех? Ну вот вижу, что в зале присутствуют, преобладают молодые люди. Вот, есть очень молодые, есть не очень молодые, вроде меня. И очень немолодых здесь практически нету, они где-то там остались. Но, тем не менее, значит, вот в мое время, когда я рос и воспитывался при Советском Союзе, нас воспитывали именно таким образом, что нам внушали, что не в деньгах счастье. Понимаете, да? И у многих людей советских, вот мы еще называем сами себя совки, да? Вот мы совки, мы родились вот при такой системе, мы выросли, мы воспитывались. И у многих создался такой очень мощный такой стереотип, понимаете? От которого очень сложно избавиться. Вот, то есть нам постоянно внушали, что быть богатым – это плохо, это не есть хорошо, надо быть как все. Много иметь денег – это тоже не очень хорошо и так далее. Поэтому у многих людей постсоветского пространства, вернее, советского времени, этот стереотип еще живуч такой. Поэтому многие люди, когда дело касается денег, они как-то очень, ну, скажем так, себя скромно ведут, стесняются говорить на эту тему и так далее. Но я могу сказать, что, вы знаете, скромность – это качество хорошее, но неоплачиваемое. Скромность имеет свойство перерастать в бедность, да? Поэтому от этого качества нужно избавляться, если вы хотите достичь финансовой свободы. Кто-то об этом сейчас сказал, да? Вот для полного счастья, для полного счастья, я думаю, что вот эти три фактора очень необходимы. Это деньги. Мы живем с вами в материальном социуме, и деньги – это всего лишь инструмент для достижения наших целей. Деньги не мы с вами придумали, и не нам их отменять. И деньги, и вы, наверное, со мной согласитесь, они нам нужны в этом мире. Понимаете? Там они, нам говорят, не понадобятся. Голыми в этот мир пришли, голыми уйдем. Поэтому деньги нам нужны здесь. Здоровье, естественно. Кто будет спорить? Здоровье, как говорят, в здоровом теле – здоровый дух. Ну и, соответственно, третья составляющая, я думаю, вы с этим согласитесь. Вы знаете, вот есть очень много людей, у которых они очень здоровые. Про них говорят – здоров, как бык, на нем пахать можно и так далее. Знаете таких людей? И многие среди них несчастливые люди. Согласны с этим? Здоровье есть, но нет, чего-то не хватает другого. Есть очень много богатых людей, у них денег, как у дурака-махорки. Но, опять же, счастливыми они себя назвать не могут. Почему? Нету здоровья, да, к примеру? Есть такие, которые вроде неплохо зарабатывают, у них достаточно уровень выше среднего, и на здоровье не жалуются. Но при этом, опять же, не могут себя назвать счастливыми людьми. Я думаю, что потому, что не хватает третьей составляющей – это свободное время, господа. Свободное время – это то, которое мы можем уделить самому себе любимому, потратить на себя, инвестировать в себя. Понимаете? Это то, что в этой жизни нам позволит делать то, что мы любим, а не то, что мы должны делать или обязаны. Согласны с этим? Вот с третьей составляющей у многих как раз-таки огромные-огромные проблемы. Вот при Советском Союзе, когда вам не хватало денег, естественно, люди искали дополнительный источник дохода. То есть устраивались на другую работу, еще и так далее, подрабатывали, на дом брали и так далее. Поэтому при Советском Союзе говорили, на одну зарплату есть нечего, а на две некогда. Понимаете, да? То есть денег вроде становится больше, а их опять же все равно не хватает, а времени вообще не остается. А какая это тогда жизнь счастливая? Понимаете? Мы же все-таки хотим быть свободными, да? То есть в этой жизни просто наслаждаться, кайфовать этой жизнью. Вот для этого я считаю, что требуются три составляющие. Но мы сегодня с вами будем говорить об одной только составляющей – это деньги. Потому что слово «инвестицию» у многих из нас ассоциируется напрямую с чем? С деньгами. Именно с деньгами. Так вот, для того, чтобы мы перейдем сейчас к основной теме моего выступления, но перед этим, чтобы у всех правильное, ну скажем, было понимание, что здесь происходит, да? И чего мы, собственно говоря, здесь хотим вам сказать, да? Чем поделиться? Я бы хотел начать со следующего, то есть в продолжении моей темы, да? Вот каждый из нас, вот каждый из нас, каждому из нас от рождения было дано три ресурса. Мы это должны понимать, три ресурса. Кстати, друзья, я хочу вам сказать, что вы уже счастливые люди, вы счастливчики, вы исключительные люди. Знаете почему? Не потому, что вы сюда сейчас пришли, понимаете, да? Нет, потому, что вы родились. По праву рождения вы уже исключительные люди. Ваш сперматозоид оказался самым шустрым. Потому, что есть следующая статистика. На одного рожденного было пять миллионов нерожденных, чтобы вы знали. И если вы появились на этот свет, значит, это было, так должно было быть. То есть у вас есть какая-то миссия, понимаете? Вот о чем идет речь. Поэтому каждому из нас было дано три ресурса. Первый ресурс – это энергия. И, к сожалению, мы этот ресурс растрачиваем по пустякам. И с кем-нибудь из вас было такое, что вы уставали, не высыпались, и такое чувство было, что, как говорят, упал как замертво. Многие едут в общественном транспорте и засыпают на ходу. С кем такое было? Я уверен, что хоть раз в жизни это было со всеми. Но стоит нам один раз выспаться, и мы забываем про усталость. Согласны? Потому что этот ресурс восполняется. То есть, конечно, обидно его терять просто так, растрачивать в пустую. Но это не смертельно. Мы можем его восполнить. Второй ресурс – это деньги. Деньги нам каждому тоже даны были от рождения. Не удивляйтесь, это факт. Кто из вас хоть раз в жизни терял деньги? Ну, не туда вложил, или проиграл, азартный парамоша, или в буквальном смысле. Кто из вас терял деньги? В буквальном смысле терял деньги. Окей. Вы знаете, я тоже недавно был в Баку, в Азербайджане. И так случилось, я потерял кошелек-портмоне, где было 3000 долларов, документы там всякие и так далее. И мне даже не денег было жалко, а мне было жалко сам кошелек. Его накануне мне подарили, он был такой дорогой, красивый. И вот так обидно. Я даже не успел им попользоваться особо. И это произошло в Баку, когда мы с друзьями отдыхали. Вы знаете, люди на Кавказе любят это делать и умеют, кстати, это делать. Очень гостеприимны. И вот так мы отдохнули, что пропал мой кошелек. Так, вы знаете, я, конечно, ну как, я не скажу, что я обрадовался этому, понимаете, да? Я, конечно, расстроился. Но я недолго расстраивался, потому что раз это уже случилось, это уже случилось. Поэтому я решил, что пусть это будут мои инвестиции в экономику Азербайджана. Тем более, что я туда как раз приехал именно по бизнесу, да? И, соответственно, все эти мои потери потом окупились сторицей, что называется. Поэтому, конечно, деньги терять обидно. Очень обидно. И мы это делали не раз. Но я вот вижу, вы многие поднимали руки, но вы сейчас сидите здесь, живые, здоровые. Да? Ну, как говорится, обидно, досадно, но ладно, да? Погоревали и, ну, жизнь продолжается. Почему? Потому что мы знаем, что этот ресурс тоже восполняется. Как его можно восполнить? Ну, деньги можно, в принципе, заработать, да? Что мы, собственно, периодически и делаем. Деньги можно выиграть. Кто у вас любитель азартных игр? Есть такие? Признавайтесь. Я знаю, что есть кто-то, просто стесняется это сделать, да? Вот. А деньги можно найти. Вот кто из вас в буквальном смысле находил деньги? О, счастливчики. А можете поделиться, какие суммы вы находили? А? Тысяча рублей. Обалдеть, хорошая сумма. А кто больше находил? Сколько? Сколько? Тысячу бат? А, это тайские деньги, да, деньги, по-моему? Баты, да. Окей. Какие ощущения у вас были? Ну, понятно, да? Уже, судя по вашей улыбке, да, то есть, конечно, положительные. Вау, супер и так далее. Можно найти их, да. Можно выиграть, можно заработать. А можно одолжить. Согласны? А? Неважно. Но я хочу вам дать на правах незнакомца совет. Если вы можете одолжить, одалживайте. Если у вас просят в долг, не давайте. Они будут рыдать, умолять вас. Рядом вместе с ним сядьте, рыдайте вместе с ними, но не давайте. Окей? Если все-таки вы не можете устоять, и если вы все-таки даете, тогда дайте ровно столько, сколько вам не жалко потерять. И если вы дали, потом не надо этого человека за кадык брать каждый день. Когда ты мне отдашь, когда ты мне вернешь. Понимаете, да? Делайте это от чистого сердца, от души. Вот и все. То есть, этот ресурс восполняемый. Есть третий ресурс, которым владеем мы все. И этот ресурс не восполняется, друзья. Поэтому отнеситесь к этому очень серьезно. Это время. Это время, и мы знаем, что часики тикают в одну сторону. Согласны с этим? И если вы теряете этот ресурс, то вы его теряете безвозвратным. Вы потом не сможете его восполнить. Не сможете вы эту ситуацию, скажем, вернуть все на круги своя. Так вот, прежде чем мы перейдем к основной теме моего выступления, я бы вам хотел сказать, для того, чтобы понимать сегодня, что происходит вообще в нашей жизни, и в частности, что происходит в экономике, в бизнесе и так далее. Какие сегодня самые трендовые направления. Если вас интересуют деньги, как можно зарабатывать и на чем, что для этого нужно знать и уметь. Понимаете, да? Может быть, вы слышали такое имя, легендарный Джим Рон. Кто слышал? Окей. К сожалению, его нет. Мне посчастливилось в свое время обучаться у этого великого человека, гуру бизнеса. Два раза я проходил обучение у него в Лондоне и в Амстердаме. И он как-то сказал такую фразу, которую я запомнил на всю жизнь. Он сказал, что если вы не хотите умереть с голоду, идите, найдите себе работу. Если вы хотите разбогатеть, надо придумать что-то другое. Понимаете, да, о чем идет речь? Поэтому многие из вас, не многие, а все практически, мы умеем зарабатывать деньги. Согласны с этим? Мы все умеем зарабатывать деньги. Но почему, как что-то в нашей жизни случается, большинство, абсолютное большинство людей остается у разбитого корыта? И, собственно, похвастаться им нечем. У них нету никаких накоплений. Они не приобрели никакие активы. То есть, ну, обычно какие активы, да, сразу нам приходят в голову, там, дома, машины, там, какие-то еще и так далее. Понимаете, да? Им даже этого не... Они и этим не могут похвастаться. И, соответственно, конечно же, у них такое ощущение, что все рухнуло, все пропало, все пропало. Клиент уезжает, гипс снимает. Помните, да? То есть, такое ощущение, что все, мир рухнул, а что делать дальше, непонятно. Так вот, вы должны понимать, в какое время вы живете и какие отличительные особенности у этого времени есть. Друзья, мы с вами живем в 21 веке. И 21 век, в отличие от 20, 20 век это был век индустриальный. И девиз этого века был такой – делай то, что умеешь делать. Ваши деды, отцы, деды, бабушки и так далее работали всю жизнь на одном предприятии. Знаете вы этот факт? И выходили на пенсию и гордились этим, что они не были кузнечиками. Ну, то есть, при Советском Союзе таких людей, которые прыгали с места на место, там, с работы на работу, их называли кузнечики, попрыгунчики такие. И они не поощрялись обществом. И когда выходили эти люди на пенсию, как оказалось потом, впоследствии, гордиться-то особо нечем, учитывая вот такую пенсию. Согласны? О чем идет речь? Но время такое было. Столевар работал столеваром, инженер инженером, педагог педагогом. Было такое? Окей. Сегодня мы с вами живем в 21 веке. И 21 век – это век информационный. И девиз этого века – «Делай то, что не умеешь делать». Понимаете? Я вижу, вы молодые люди, но я уверен, что среди ваших друзей и знакомых, которые, может быть, немного старше вас, знаете ли вы таких людей, которые имеют высшее образование, но которые сейчас, образно говоря, или в буквальном смысле, сидят на барахолке? Знаете таких людей? Что они там делают? Нет, я имею в виду, понятно, что продают. Что они там вообще делают? Почему они не работают по специальности? Окей. Это неспроста. Еще раз повторяю. Потому что девиз этого века – «Делай то, что не умеешь делать». Понимаете? Поэтому сегодня очень многие люди начали осваивать новые профессии. Вы посмотрите сегодня, что происходит вообще в мире бизнеса. Если мы знаем богатых людей, династии, которые к своим миллиардным состояниям шли веками и передавали это из поколения в поколение. Это династия у всех на слуху. Как правило, когда говоришь «династии богострадов», Морганы, Ротшильды, Рокфеллеры приходят нам на ум. Но если вы сейчас список с Форс посмотрите, то в первой десятке очень много, ну как много, я бы сказал так, уже почти половина, если не больше людей, возьмем даже первую двадцатку, это те люди, которые сделали миллиардное состояние за последние два, три, максимум пять лет. Есть. Я знаю, что есть. Понимаете, да? Благодаря чему это стало возможно? На самом деле. Так вот сегодня как раз таки мы говорим о… И вот мы подходим к нашей основной теме, это высокотехнологичные стартапы. Сегодня даже есть целое поколение людей, которые как бы считают себя как бы своей профессией, что ли, если так можно сказать, то есть их называют стартаперы. Слышали? Не путайте со старперами. Стартаперы – это те, которые есть… Вот мой коллега Альберт до меня выступал, и он относится к категории людей, которые… Ну, мы их называем технари. Это люди, бойцы невидимого фронта. Они создают это все. Я не технарь, чтобы вы понимали. Я ничего не создаю, не такой гениальный. Понимаете? Но есть такая порода людей, которые… А есть создатели, а есть улучшатели. Вот. Я, наверное, отношусь ко второй категории. Улучшаем, да? И, соответственно, свое время, и я тоже понял, что наше время имеет несколько отличительных особенностей. Первое – это скорость, господа. Вы чувствуете, что мы с каждым днем ускоряемся в пространстве во времени? Чувствуете это? А? Время не просто убегает, оно улетает. Я вот живу на Востоке, у нас такой… Ну, Восток – это дело тонкое, наверное, не раз слышали, да? Такая размеренная жизнь такая. Там кому-то скажешь, там, ты давай, у меня есть идея, пойдем там. Вот такое дело. Тема вообще обалденная, давай. Он говорит, да подожди, не торопись, пойдем чай попьем сначала и так далее. Понимаете? Люди вот так ходят у нас, вот так вот. У нас метро построили в Алмате, у нас электрички тоже так ходят. Если одну пропустили, вторая только через 15 минут приходит. Вы приезжаете в Москву, и вы сразу ощущаете другой совершенно скоростной поток, да? Чувствуете? Я это чувствую однозначно. У меня друзья там живут, да? Мой старший сын и так далее. Они там ходят, я за ними бегаю. Мне нужно пару дней, чтобы я адаптировался под этот темп. Электрички ходят, вот так, да? У нас все вот так вот, все спокойно и так далее. Темп жизни. Мы это должны учитывать. Скорости возрастает. Вы должны быть в потоке. Если вы не в потоке, жизнь вас начинает выдавливать на обочину. Вот если вы автомобилист, есть автолюбители здесь? Вот даже вы законопослушный гражданин, и вы никогда не нарушаете правила дорожного движения. Вы видите знак 60, и вы едете знак 60 еще и в левом ряду. Но весь поток едет со скоростью 90 км в час. Что с вами произойдет? Вас сначала начнут подтеснять, понимаете, да? Подтеснять, а потом вытеснят на обочину. Потому что вы не вписываетесь в этот поток, и вы все мешаете. Поэтому мы должны этот фактор учитывать. Мы должны оставаться в потоке. Вторая отличительная особенность это быстрые изменения. Все очень быстро меняется. Вы сегодня купили последнюю модель смартфона и нарадоваться не можете, как маленький ребенок играете, да, и так далее. А вам компания-производитель через месяц говорит, а мы выпускаем новую модель. И вы такие возмущенно, подождите, зачем, стойте, я еще эту не успел освоить. Правильно, да? Вам когда становится обидно, да? Как это так? А это время такое. Все очень быстро меняется. Понимаете? Им плевать. Успевайте. Окей? Поэтому мой совет, не прикипайте к вещам. Некоторые вот страдают каким-то, как это сказать, как это болезнь называется, Адель? У меня выпало это слово. фетиш, да? Фетиш какой-то в отношении вещей там и так далее. Не надо. Все очень быстро меняется, друзья. Это тоже отличительная особенность нашего времени. Следующая отличительная особенность – это финансовые кризисы. Если в 19 веке финансовый кризис случался один раз в 20 лет, в 20-м – один раз в 10 лет, в наше время, в 21 веке мы медленно выползаем из одного кризиса, переползаем в другой. Но есть еще много людей, которые искренне считают, что во время финансовых кризисов денег становится, денежной массы становится меньше. Кто из присутствующих так думает? Поднимите руку. Честно. Есть такие. Вот Альберт думает, что да, денежной массы становится меньше. На самом деле хочу задать вопрос, а почему меньше? Вы что считаете, что деньги временно какими-то специальными контейнерами во время кризиса перевозят на Луну, потом кризис проходит, они их возвращают обратно? Нет, деньги имеют свойство перетекать. Если энергия, я вот как инженер-электрик с высшим образованием, я знаю, что энергия имеет свойство перетекать из одного свойства в другое. Правильно, да? А вот деньги имеют свойство также перетекать из одного кармана в другой. Вот если кризис и в вашем кармане поубавилось, загляните в карман соседа. Если у него там прибавилось, спросите его, что происходит? Он наверняка знает что-то такое, чего вы не знаете. Это как раз таки отличает богатых людей от бедных. Богатые люди это те люди, которые знают какие-то секреты, но они не готовы ими делиться со всеми подряд. Понимаете, да? Поэтому мы должны знать эти законы, по которым наш социум, наша цивилизация развивается. Ну и еще одна отличительная особенность с нашей времени это тотальный профицит перепроизводства товаров и услуг. Рынок затоваренный, господа. А именно поэтому сегодня компании-производители используют агрессивную форму маркетинга. Агрессивный маркетинг нас заставляет покупать, покупать и покупать. Именно поэтому быстрые изменения происходят. Понимаете, да? Если в свое время мы покупали холодильник, он верой и правдой служил 50 лет. Вы знаете, вот у нас я кореец и у нас у корейцев есть такой обычай, когда ребенку годик исполняется. Это самый большой праздник вообще у нас. Это круче, чем свадьба, дни рождения и так далее. Вот. Годик. Это родители делают такое событие своему ребенку. И когда мне был годик, мои родители купили, ну там все друзья приходят, подарки дарят, да, обычные. Когда они знают, что подарить, дают деньги, да? Знаете, да? Вот. Ну они там немножко подсобрали и купили холодильник Орск. Слышали? Был такой при Советском Союзе. Ручка такая вертикальная у него была. Этот холодильник до сих пор работает. Понимаете? Вот так вот делали в те времена. Мне 57 уже лет. Понимаете? Он работает, на даче стоит. Я после этого своей маме, а она у меня 12 лет проработала в президентском ресторане шеф-поваром. Она президентов кормила, вашего президента два раза, господина Путина. Вот еще его в первый срок и так далее. Я ей подарил три огромных фирменных холодильника. Но вот этот Орск, это я не знаю, как икона, она не расставалась с ним. Понимаете, да? Так работали вещи. Сегодня, если холодильник новый вы купили, он вам верой и правдой отслужил пять лет и сломался, не пытайтесь его ремонтировать. Скажите, спасибо огромное и отвезите его на свалку. Он свою миссию выполнил. Легче купить новый и гораздо выгоднее, чем ремонтировать старый, потому что за пять лет прогресс уже далеко ушел вперед. Новейшие технологии, композитные материалы, пятое, десятое и так далее. Понимаете, да, что происходит? То есть сегодня тотальный профицит. У многих советских людей, вот я почему ссылаюсь все на прошлое, потому что тот, кто не помнит своего прошлого, того нету будущего. Понимаете? Так вот, у многих людей, пожилых выработался такой синдром, я бы сказал, да, при Советском Союзе, когда они видели огромные очереди, они автоматически пристраивались. Понимаете? Они не знали, что там дают, но на всякий случай. Почему? Если очередь, значит, дают что-то, что-то такое вкусненькое, импортное и так далее. И вот на всякий случай пристроился, если хватит, то я буду счастливчиком, сегодня ситуация совершенно другая. Вы заходите в магазин и у вас головная боль начинается, потому что вы не можете выбрать. Проблема выбора. На этой почве многие люди ловят психоз, конкретно, в психушку попадают. Настолько это сложно, потому что денег-то у вас всего на одну пару, а вы зашли в магазин, у вас глаза разбегаются. Понимаете? И это хочется, и это, и это, и это. Как выбрать? Как сделать правильный выбор? Вот у меня есть целый семинар, и он такой большой, он продолжительный, и тема этого семинара так и называется. Как сделать правильный выбор в 21 веке? Это очень актуально сейчас. Так вот, на сегодняшний день, если мы говорим о деньгах, и если у вас есть желание зарабатывать, и причем мы же хотим, мы все так устроены, мы хотим быстро и много, да? Друзья, признайтесь честно, кто из вас хоть раз мечтал об этом, хотя бы не мечтал, а думал просто, что бы такого делать, что бы ничего не делать, чтобы еще деньги платили? Мы все об этом думаем постоянно. Понимаете? Так вот, в свое время я также понял, я условно людей разделил на две категории. Первое, это люди, которые остро нуждаются в деньгах, и они ищут источники доходов, здесь и сейчас, для них это актуально. Понимаете? Если у них есть работа, и, как правило, зарплата не очень большая, они ищут другие источники дохода. Есть среди вас такие, которые сегодня, ну, скажем, имеют две работы. Окей. Вот, в принципе, доказательство того, что я говорю. Понимаете? То есть, многие умудряются быть многорукими, многоногами. Понимаете? Ну, как бы, они как белки в колесе. При этом, еще раз повторяю, люди очень несчастливы. Да. Окей. Это и есть тема нашего выступления сегодня. Дело в том, чтобы, вот смотрите, если мы говорим именно о деньгах, и если у вас есть жажда, да, вот именно жажда такая, да, огромное желание зарабатывать деньги, я не спрашиваю, для чего. Это уже отдельная тема, да, куда мы собираемся тратить эти деньги, да, вот. Многие люди, почему много зарабатывают, и при этом они не богаты? Совершенно верно. Немного. Они тратят больше, чем зарабатывают. Понимаете? Поэтому они бедные, абсолютно, и никогда не разбогатеют. У них неправильное отношение к деньгам. Так вот, друзья, вы знаете, вот первая категория это люди, которые ищут источники доходов, а другая категория это люди, которые хотят сохранить и приумножить. У них есть небольшие накопления, но у них другая головная боль. Как, что, как бы эти деньги, они видят, что с ними сейчас происходит. Вот смотрите, если лет 25 назад, 25-30 лет назад, если у нас было твердо уверенность, что если мы наши местные тугрики конвертируем в твердо конвертируемую валюту и желательно законсервируем ее в банку, эти, да, денежки, и зароем у себя на даче, то мы таким образом надежно защищаем и сохраняем свои сбережения и деньги. Было такое? Сегодня это уже неэффективно. Знаете, почему? Потому что существует, если вы таким образом хотите защитить свои сбережения, это глупо. Понимаете? Потому что, ну вот смотрите, если вы сейчас пойдете и отнесете свои деньги в банк, то есть конвертируете в твердо конвертируемую валюту, ну скажем, в евро и отнесете в банк, наши банки второго уровня, как правило, какую процентную ставку вам предлагают? Да, вы оптимист вообще. Скажите мне, какой банк российский 7-8 на валютный депозит дает? Совершенно верно. У нас в Казахстане еще меньше, 0,5. Ну давайте возьмем 1%. Вы принесли 1000 евро, через год вам банк возвращает вашу 1000 и, о счастье, 10 евро сверху. Получите, распишитесь. Понимаете, да, что происходит? При этом они будут себя в грудь бить. Смотрите, мы честные, порядочные, мы сохранили ваши деньги, еще вы на этом заработали. Но они заработают гораздо больше. За этот год на ваши тысячи они заработают 100 тысяч. Куда они будут вкладывать? Вот как раз такие банки вкладывают деньги. Высокодоходные проекты. Самые высокодоходные проекты сейчас это технологичные проекты, которые связаны с новейшими технологиями. Вот. Продолжая тему, если вы сейчас деньги сохраняете по старинке у себя дома, держать деньги под подушкой, это еще глупее, друзья. Это уже небезопасно для вашего здоровья. тогда вы сейчас спросите, а что же делать? Что с ними делать? И деньги-то небольшие. Дело в том, что ошибка многих людей заключается в том, что они думают, что у них нету таких денег, свободных средств, которые бы они могли инвестировать. Кто так думает из вас? Честно? Все такие прям олигархи здесь. Большинство людей, которые приходят на наши семинары, они говорят, что да, а что, какие инвестиции, вы о чем, у нас еле-еле хватает концы с концами свести. Понимаете? Мизерные зарплаты и так далее. Какие инвестиции? Друзья, и это большое заблуждение. На самом деле, если вы начнете контролировать ваши финансы, вы будете приятно удивлены. В первую очередь, нужно начать контролировать свои расходы. Мы делаем очень много ненужных трат. И я хочу, чтобы вы, если вы не задумывались на эту тему сегодняшнего дня, начинайте думать, что такое абсолютный самоконтроль. Я имею ввиду в отношении финансов. Абсолютный самоконтроль это если вы заходите в супермаркет и ваша цель купить пачку молока, пакет молока, единственное, что вы там покупаете, это пакет молока. Понимаете, да? Но у нас же происходит по-другому. Вы заходите в супермаркет или торговый центр, просто нечего делать. Многие идут туда делать шоппинг, а основная масса идут туда делать зыринг. Но ваш зыринг однозначно учитывая то, что производители, а мы уже об этом говорили, они применяют такие фишки всякие, агрессивный маркетинг, они нас заставляют покупать. Знаете, работает правило увидел, возбудился, захотел. Понимаете, да? И вы покупаете, покупаете, и выходите, вроде пакет молока хотели купить, а вы выкатываете вот такую тачку, у вас даже багажник не помещается. Поэтому начните контролировать свои расходы и вы увидите, что вы можете высповодить деньги, средства, свободные средства, которые вы можете заставить работать на себя. Не имеет значения количество, имеет значение просто принцип. Если какая у вас здесь среднемесячная заработная плата? Ну да, мы же в Казани. А? 70 тысяч долларов. 35 хорошо, пусть будет 30 тысяч рублей. Окей. Уже не буду спрашивать долларов или рублей, да? Хорошо. Давайте возьмем 30 тысяч рублей. Вот ваш доход 30 тысяч рублей. А можно сделать так, допустим, вот вы отложили 10% от 30 тысяч, это 3 тысяч, правильно? Вы могли бы прожить на 27 тысяч? Друзья, кто бы смог? Ну вот как будто не 30, а у вас вот 27. Поднимите руки. я уверен, что любой бы из вас смог сделать. Так вот это и есть правило. 10% начинайте откладывать, и вы поймете, что это не принципиально для вашего бюджета. Понимаете? А вот эти деньги вы начинаете инвестировать. И вот тогда вы начнете создавать себе финансовую подушку безопасности. Понимаете, о чем речь идет? Даже с такими небольшими инвестициями вы можете за очень короткий промежуток времени, это где-то год, два, максимум три, в отношении жизни это ничто. Три года пролетят вы не заметите, оглянуться не успел, а зима за ним как побежит, да? То есть в жизни так это все быстро меняется и происходит, но в отношении бизнеса три года это очень длительная дистанция. И в вашей жизни могут кардинальные перемены наступить, если вы сейчас начнете это делать. Вы знаете, почему я к этому пришел? Однажды в молодости, но я вообще был, когда я был молодой, я был по два метра ростом голубоглазый блондин вообще, понимаете, да? Своё время ко мне приехал мой учитель, я в то время жил в Ташкенте, я не гражданин Узбекистана, просто приехал туда на пару месяцев бизнес сделать и застрял на 10 лет там. И он приехал однажды, мы с ним встретились, и он спросил, как у меня дела. Ну, как обычно начинается, да? Я говорю, нормально, вот запомните, если вы спрашиваете, как у тебя дела, и тебе говорят, нормально, это значит, ненормально. Понятно, да? Он сразу это понял, он говорит, рассказывай. Я говорю, денег не хватает. Он мне говорит, а сколько, какой у тебя сейчас доход? Я говорю, три тысячи, но не рублей и не суммов, долларов. Это был, сейчас скажу, 96-й год. Можете представить три тысячи долларов в 96-м году в Узбекистане? А? Это просто, это кум королю, понимаете? И он говорит, три тысячи долларов, я говорю, да, в Узбекистане, да, и тебе не хватает, я говорю, да. Он говорит, а я помню, времена ты жил на 300, и тебе хватало. Вы знаете, я так бац, и мне вот это вот запомнилось, я действительно поймал себя на мысли. Я жил на 300 долларов. И это тоже было круто. Поэтому сейчас, еще раз повторяю, вы сейчас просто подумайте на эту тему, да, сколько бы вы сейчас не зарабатывали, вы можете высвободить определенную сумму денег, которую вы начнете. Вы должны заставить их работать на себя. сейчас вы работаете на деньги и пытаетесь за ними гоняться. Но вы их никогда не догоните, потому что деньги бегают быстрее, чем мы с вами. У них четыре ноги, у нас всего две. Что нужно сделать? Поменяйте образ мышления, начинайте думать по-другому, и тогда деньги также кардинально поменяют направление. То есть, они будут бегать не от вас, к вам. И если как раз-таки самый быстрый сегодня способ разбогатеть, еще раз говорю, не просто заработать, а именно разбогатеть, достичь финансовой свободы, это начать инвестировать. Но вопрос теперь, куда? Правильно, да? Куда инвестировать? Дело в том, что, давайте я вам напомню, с чего мы начинали. Мы живем в век цифровых технологий. Это также отличительная особенность нашего времени. И вы должны учитывать, если вы будете это учитывать, вы на коне. Я еще раз повторю, вот у меня в перерыве, перед началом брали интервью, я сказал, я сейчас повторю на всю аудиторию, знаете, дословно даже могу привести слова вашего президента. На одном заседании правительства Владимир Путин сказал следующее буквально. Он сказал, что каменный век закончился не потому, что камни кончились, а потому, что появились новейшие технологии. И если мы эти технологии с вами не будем учитывать и использовать, мы с вами просто попадем в зависимость. То есть не просто безнадежно отстанем, а попадем в зависимость. Так вот, сегодня начинайте думать, в какое время вы живете. А так как мы живем в век цифровых технологий, то сегодня именно эти технологии ноу-хау, а до этого передо мной выступал Альберт, и вы ему задавали очень много вопросов относительно блокчейна. Сегодня вы должны понимать, блокчейн это не просто модное слово, и это не просто как бы, поймите, что в нашей современной истории нашей цивилизации есть три ступеньки. первое это появление в конце 80-х годов мобильной связи GSM. Кто помнит из вас это время? Есть такие? Но я вижу такие более взрослые люди. Я помню первые телефоны это вот такие кирпичи были, сотовые телефоны фирмы Моторола, помните? Убить можно было им. Телефон чуть ли не 5 тысяч долларов стоил. Люди, которые имели такие телефоны, они были крутые перцы вообще на районе. Они были даже круче, те красавчики, у которых были автомобили. Понимаете? Так было, это вау, супер модно и так далее. Вторая ступенька в эволюции человечества это появление интернета в конце 90-х годов. И мы уже давно живем в этом пространстве. А третья ступенька в эволюции это как раз появление технологий блокчейн, друзья мои. И если вы сейчас блокчейн, а многие кстати так и делают, они не заморачиваются на эту тему, они почему-то блокчейн технологии связывают только с появлением и производством криптовалют, больше ни с чем. Это слишком узко. Блокчейн это намного шире, чем просто производство криптовалют. Понимаете? Да, благодаря блокчейну появилась первая криптовалюта под названием биткоин, мы все это знаем и так далее. Но сегодня блокчейн технологии внедряется во все сферы жизнедеятельности нашего социума. И в будущем, вот я слушал внимательно, задавали вопросы, а в будущем как будет использоваться блокчейн? Да везде он будет. Не только это хранение базы данных там бигдата, это не только скажем производство каких-то цифровых активов и так далее. Блокчейн будет везде. И медицина будет на блокчейне, и вот вы проект свой представили, естественно, это как бы я с вами полностью согласен, одно из преимуществ блокчейна это то, что абсолютная прозрачность и то, что информация, которая выкладывается на блокчейн, не подлежит корректировки. Невозможно изменить. Понимаете? Я думаю, что в будущем и ЖКХ будет на блокчейне. Почему ЖКХ и те, которые этим хозяйством заведуют, они сопротивляются наступлению этих технологий? А им-то эта прозрачность не нужна. Они знаете, у какой кормушки сидят? Вот у нас в Казахстане как-то одна статья вызвала такой ажиотаж в обществе и так далее. Там было значит так, распил по-казахстански. И задали вопрос правительству, почему у нас в Казахстане каждый год меняют бордюры? Асфальт понятно. А почему бордюры? У нас бордюры из гранита, они вечные. Понимаете? Гранитные бордюры. Их меняют каждый год. Оказывается, когда вы меняете асфальт, но бордюры оставляете, это текущий ремонт. И смета одна. А когда вы вместе с бордюрами, это уже капитальный ремонт, и смета уже другая. Понимаете? Все очень просто на самом деле. Поэтому они, естественно, не хотят, чтобы это все было на блокчейне, чтобы это было достоянием всего человечества и так далее. Чтобы это было сто процентов прозрачно. Вы хоть один банк видели, который бы хоть раз в жизни перед вами, как перед клиентом банка, отчитался за ваши деньги. Что он с ними делает вообще? И никогда не увидите? Поэтому в банках, я извиняюсь, конечно, прошу прощения, если банкиры сейчас здесь сидят. Ничего личного. Кстати, у меня старший сын банкир, финансист. Банк Home Credit есть такой. Вечно в оппозиции. Или я у него, или он у меня. Но тем не менее, банкиры, они как раз таки сопротивляются наступлению вот этих технологий. Банки это самые закрытые финансовые институты, самые закрытые. Они как раз и не заинтересованы в этих технологиях. Плюс также не заинтересованы нефтяные корпорации, где сосредоточены все, все, практически все деньги. Кто владеет деньгами, тот владеет властью. А властью никто не хочет делиться сегодня. Но тем не менее, сегодня уже перемены налицо и никто не может их остановить. Кстати, могу сказать, что на сегодняшний день есть эксперты и специалисты, которые поддерживают концепцию цифровых денег. Если мы говорим о криптовалютах, блокчейн, технологии и так далее. Есть те, которые наоборот противники этой концепции. Но и те, и другие согласны в одном. Ни один актив сегодня не дает такого максимального прироста в кратчайшие сроки именно как цифровые активы. Понимаете? Ни золото, ни нефть, ни газ, ни алмазы, ни какие-то акции, будь то это Газпром или еще что-то, они вам не дадут такого максимального и быстрого прироста. Именно цифровые активы. И сегодня как раз таки цель, вернее, тема моего выступления это высокотехнологичные стартапы. Понимаете? Инвестирование в эти стартапы. На сегодняшний день это самое трендовое направление. И если вы сейчас начнете этим интересоваться и будете в курсе событий, если вы будете как бы если вам эта тема интересна и вы поймете, что вот если вы вот в такие активы будете вкладывать свои деньги, то есть огромная вероятность, то есть я не говорю, что я не могу вам дать стопроцентную гарантию, что вы действительно разбогатеете. Единственную стопроцентную гарантию, которую я вам могу дать, это то, что мы все когда-нибудь с вами умрем. Кто будет спорить? Желательно попозже, попозже, не сейчас. Но если вот смотрите так по поводу, что я хотел сказать, мысль ушла, обещала вернуться. Мне предлагают вернуться к нашей теме. Вот смотрите, на сегодняшний день самые-самые трендовые направления это технологии, которые, стартапы, которые связаны с технологиями блокчейн и с технологиями финтех. Кто не знает, что такое финтех? О, много людей. На самом деле, это очень просто, друзья. Финтех это технологии, которые, вы понимаете, я вам на популярном языке рассказываю, то есть я не специалист, и вы тем более не специалисты, поэтому спецтермины мы опускаем. Финтех это технологии, связанные, проще говоря, с трансфером денег. Это актуально? Все, что связано с деньгами, это, как правило, связано с их трансфером. Деньги не лежат на одном месте, они постоянно двигаются. Сегодня есть монополия в этом плане. Кто монополист? Виза, мастер-карт и так далее. Согласны с этим? Все очень просто. А почему сегодня есть огромное такое лобби, которое противится наступлению этих технологий? Это, еще раз повторю, это банкиры, крупные корпорации нефтяные и так далее. Потому что криптовалюты в первую очередь это децентрализованные деньги. То есть они не подчиняются и не подвластны ни одному государству в мире. И соответственно государство теряет контроль. И это им не нравится. Вот что происходит сейчас. Но уже наступление происходит, крипты мало, фиата много. Но мы видим, что идет активное выдавливание, то есть крипта выдавливает фиат с рынка. Конечно никто не говорит, что замещение произойдет буквально завтра, через год, через два. Нет. Но в ближайшие 10-15 лет скорее всего это произойдет. И если вы сейчас не начнете на эту тему думать, то пройдет время, вы к тому времени будете уже достаточно взрослыми людьми, и опять окажется, что вы опять вроде как бы чего-то не ожидали. А как так? У вас сейчас есть возможности, потому что это все только начинается. кто из вас в 2008 году знал, что такое биткоин? хотя бы слышал. Кто из вас слышал? Надеюсь, купили? Да. Почему? Вы купили? Нет. Видите, большинство людей так себя ведет. Знаете почему? А мы так с вами психологически устроены. Но кто сейчас знает, что такое биткоин? Поднимите руки. Все. А даже сейчас на просадке рынка, что он где-то стоит 5 с копейками, 5 тысяч. Вот я вам хочу задать вопрос, друзья. Если бы у нас с вами была гипотетическая возможность сейчас на машине времени вернуться, пусть не в 2008, а в 2009, когда биткоин стоил 10 центов, кто бы из вас купил биткоин? Видите, лес рук. Это говорит о том, что мы с вами все такие умные задним числом. Мы не так устроены. Те люди, которые слышали об этом в 2009 году, большинство вообще не поняли, о чем идет речь. Те, которые поняли, не поверили. И только был маленький процент людей, которые сказали, а почему бы нет? Так, на всякий случай. И то, что они сделали в 2009 году, сегодня их просто обогатило. Понимаете? Мне в начале 2000-х предложили купить акции Google. Кто не знает сегодня, что такое Google? В начале 2000-х годов мне один человек предложил купить акции Google на 2000 долларов. Спросите меня, я купил? Я не купил. Почему? Потому что тот человек, который предлагал, он мне не смог открыть видение, что такое Google? Понимаете? какое его предназначение вообще хотя бы намекнул? Хоть малейший намек на то, что Google в будущем будет иметь капитализацию более 700 миллиардов долларов. Тогда акции Google стоили 20 центов. Сегодня они стоят сколько? Они торгуются от 1100 до 1300 где-то так, да? Средне. Можете посчитать если бы я купил на 2000 по 20 центов? Посчитайте, это вам домашнее задание. То же самое происходит сейчас. Многие сейчас говорят, все, биткоин уже сегодня покупать не стоит. Кто-то кстати думает? Не стоит покупать, все, это закат, короче, все, он как бы, да? Вы так думаете? Отлично. Окей. Вы знаете, я думаю по-другому, я являюсь крипто-евангелистом, даже не просто крипто-энтузиастом, а крипто-евангелистом. И, кстати, могу привести вам прогноз очень известного человека, это господин Казарес, который является владельцем компании PayPal, денежная система, да? которая стоит, кстати, на третьем месте после Visa, MasterCard, вернее, может быть, сначала MasterCard, но, скорее всего, Visa по значимости, Visa, MasterCard, PayPal. 70 миллиардов долларов капитализация. Я думаю, что к такому человеку нужно прислушаться, да? Стоит. Его прогноз, что в будущем биткоин может достичь цены в 1 миллион. я вижу вашу реакцию, вот, зачесывает, да? Вот, там, причесывает лапшу нам на уши и так далее. Но вы знаете, в этом как раз мы и расходимся, да? То есть, вы не верите, я верю и, соответственно, я как бы действую таким же образом. То есть, вы считаете, что сейчас биткоин покупать не стоит. Уже все. Как бы он свою песенку спел, да? На самом деле, сейчас самое время его покупать, потому что все только начинается. Понимаете? И если вы копнете глубже, то вы поймете, а почему это все происходит. Вы должны знать законы рынков. Рынок, он не... Понимаете? Рынок, он динамичный, он развивается по синусоидальному закону. Все возвращается на круги своя. Продавать нужно на взлете, покупать на спаде. Это закон рынка. На сегодняшний день продают кто? Не профессиональные инвесторы, а, проще говоря, дилетанты. Их еще называют хомячки. Такое вот обидное название. Потому что они подвержены панике. Паник-сел есть такой термин. Как только курс начинает снижаться, они тут же начинают сливать. есть очень много технологий информационных сбросов специально, которые делают для того, чтобы заставить вас продавать. Понимаете? А в этот момент крупные инвесторы их называют киты. Они закупаются. Вот о чем идет речь. Подумайте на эту тему. Сейчас только все начинается. Так вот, на сегодняшний день сегодня есть высокотехнологичные стартапы, куда вы можете вкладывать свои небольшие средства. Вы сейчас скажете, кого интересуют мои копейки? Правильно, да? Приходит такая мысль? Я вам могу сказать, очень много желающих есть на вашей копейке. Я вам приведу пример. Сегодня, если мы говорим о стартапах, то, понятное дело, любая идея, какая бы она гениальной не была, сначала она утопичная. Это утопия. Любая идея, чего бы это ни касалось. Согласны с этим? Если эту утопию начнут поддерживать определенные заинтересованные стороны и лица и начнут вкладываться в нее, тогда она принимает реальное очертание. То есть, есть огромный шанс и вероятно, что эта утопическая идея материализуется. Понимаете? Поэтому есть очень много гениальных идей, классных стартапов, которые так и не увидели свет. Что помешало? Отсутствие финансирования. Понимаете? Так вот, сегодня есть такая модная схема привлечения денег. Не то, что модная, она самая эффективная на сегодняшний день. смотрите, это так называемый краудфандинг. Знаете? Кто не знает, что такое краудфандинг? Дословно, краудфандинг означает народное финансирование. Крауд это толпа, фандинг финансирование. Крестным отцом такой схемы привлечения денег в проект является Палмарилаки, человек, который изобрел виртуальный шлем компании Oculus. Слышали? Когда он задумал этот проект, ему нужно было 2 миллиона долларов, чтобы развивать свой проект. У него таких денег не было. Как правило, гениальные люди, они гениальные, но они бедные. Он выставил свой проект на сайте kickstarter.com, это краудфандинговый ресурс. И обратился к посетителям сайта. Друзья, если вам нравится моя идея, поддержите меня, помогите, кто чем может. И люди начали ему давать деньги. Кто-то доллар отправил, кто-то 5, кто-то 10. Сколько не жалко. Внимание, за 4 месяца он собрал 2 миллиона долларов и начал развивать свой проект настолько успешно, что через 2 года он его капитализировал и продал за 2 миллиарда Марку Сукербергу. Понимаете? те люди, которые ему помогли, когда они узнали, что Лаки не просто разбогател, а он стал миллиардером, они начали ему звонить. Ну, не все, конечно, кто понаглее там, да, звонят и говорят, Лаки, красавчик, молодец, просто красавец, мы за тебя рады, денежек дай чуть-чуть нам, не сжадись. он говорит, друзья, я вам от всей души благодарен за помощь, но денег не дам. Они говорят, ну как так? Ты же без нашей помощи бы ничего не сделал. Он говорит, да, согласен, но вы деньги давали от души? Понимаете, да? Вот. На Востоке так любят, от души, да, от души, от души. То есть, и соответственно, поэтому я вам ничего не должен. Они на него обиделись и подали коллективный иск в суд. И в суде они проиграли. Почему? Потому что в суде было доказано, что в данном конкретном случае краудфандинг носил изначально социальный характер. То есть, люди давали на безвозмездной основе. Они ничего не требовали и ничего не ожидали взамен. Понимаете, да? Но в отличие от социального краудфандинга есть краудфандинг коммерческий. И это очень эффективная модель привлечения денег в стартапы. Зайдите на этот сайт kickstarter.com и посмотрите, какое количество стартапов там выставляется и какое количество посетителей на этом сайте. Миллионный трафик. Вот о чем идет речь. Поэтому на сегодняшний день очень многие стартапы, особенно высокотехнологичные, используют именно эту модель для привлечения денег в свои проекты. И вы, кстати, можете стать участником любого понравившегося вам стартапа. Именно как физик, физическое лицо, то есть индивидуальный инвестор. Вы можете свои небольшие деньги инвестировать в эти проекты. Понимаете, о чем речь идет? И там вам никто не будет задавать вопросы, что у вас слишком маленькие суммы, этого невозможно сделать, потому что в больших паевых инвестиционных фондах вы навряд ли сможете участвовать, там есть определенные условия. Вот что вы можете сегодня делать на самом деле, потому что здесь срабатывает принцип смиру по нитке голому. Какая рубашка? Норковая шуба, друзья. Понимаете, насколько это эффективные технологии сейчас? И вы можете в этом принимать участие. То есть ищите такие стартапы, которые вам предлагают на взаимовыгодных условиях вкладывать ваши деньги. То есть основатели этих стартапов и разработчики, они готовы с вами делиться будущим той прибылью, которую они будут получать, если произойдет капитализация этого проекта, этого стартапа. Окей? Ну, в принципе, вот все, что я хотел вам сегодня сказать, на самом деле, каждый из вас сегодня, мы подведем резюме, каждый из вас сегодня может стать инвестором при желании. Вопрос в другом, подведу резюме. Вы должны знать, куда нужно вкладываться и самое главное, вы должны понимать, что вы можете ожидать взамен, в какие сроки. Понимаете, никто не собирается и никто не хочет ждать 25-30 лет. Понимаете, то есть что такое 30 лет? Пройдет 30 лет, многим из вас вручат этот орден Сутулова, да? Многим еще и посмертно. Мы не готовы так долго ждать, поэтому кто-то готов ждать год, два, максимум три. Это нормальная дистанция сегодня. Поэтому стартапы, они как раз таки привлекают необходимые средства для развития самого проекта. И также должно быть понимание, вы должны также понимать, как будут работать ваши деньги, как будут их использовать. Поэтому как правило, если это реальный проект, то разработчики всегда отчитываются. Почему блокчейн, мы еще раз касаемся этой технологии, они делают отчет, они выкладывают информацию на блокчейн, ее невозможно скорректировать, изменить и так далее. Понимаете, они публичные. Это говорит о том, что они имеют большой кредит доверия. И вот в такие стартапы можно и нужно вкладываться сегодня. И если вы будете вкладываться именно в такие стартапы, у вас есть огромный шанс, что вы можете на самом деле создать себе вот эту финансовую подушку безопасности. А мы знаем, что обеспеченная старость может быть только у того, кто сам себе ее обеспечит. Друзья, я вам всем желаю как положено. Кроме здоровья, я вам желаю мирного неба над головой. И чтобы вы избавились от этой болезни, если она у вас есть, у многих она переросла в хроническое состояние, это дистрофия кошелька называется. Избавляйтесь от этой болезни, чтобы она не переросла в хронику. Я всех благодарю за то, что вы сегодня сюда пришли, внимательно нас послушали, возможно, кому-то эта информация была полезной. Спасибо и до новых встреч. Спасибо большое. Уважаемый Олег Николаевич, если есть вопросы, вы можете их сейчас задать, потому что у нас есть эта возможность, буквально 3-4 вопроса, плюс реальная эпоха такая у нас быстрая, все спешат, все уже хотят куда-то, видимо, не знаю, в кино потратить 200 рублей. Сегодня суббота. 300. Есть вопросы или нет? Есть. Да, пожалуйста. Какие есть площадки? Да, ну, как бы, я еще раз говорю, я не особо специалист в этой области, но я знаю, что это самая популярная площадка на сегодняшний день. А еще подскажите такой вопрос. Как вы выбираете стартап? По каким критериям? Ну, кроме того, что вы сказали, что они публичные в интернете? Ну, на самом деле, холдинг, который я представляю, мы как раз и занимаемся разработкой и продвижением высокотехнологичных стартапов, связанных именно с технологиями блокчейн и финтех. Какие критерии? В первую очередь, то есть, проекты, они должны быть глобальными, то есть, они однозначно не местечковые, то есть, они не касаются какой-то отдельно взятой страны или отдельно даже взятого континента, то есть, это касается всей нашей цивилизации, это глобализация, масштабирование, это первый критерий, по которому мы, скажем, или отбираем, то есть, офферы, да, то есть, мы можем привлечь и сторонний стартап на нашу площадку, на нашу платформу, но в основном мы сейчас продвигаем как бы наши, потому что у нас есть команда разработчиков, очень гениальные люди и эти стартапы, они сейчас в самом-самом тренде, вот, плюс это, естественно, востребованность уже сейчас, ну и, соответственно, перспективность на вот, на ближайшее будущее, в будущем, а будущее вот уже завтра, это эти технологии будут востребованы еще, ну, не то, что в разы, на порядке больше. Вот по таким критериям мы отбираем вот эти стартапы. Спасибо. Спасибо, Олег, за информацию, но классически, если к IT-бизнесу подходить, в первый год существования умирают 90% стартапов стартапов, в последующие пять лет загибаются оставшиеся 9%, и только там 1-2% стартапов где-то на пятый, ну, период пять лет переходит. Вот блокчейн, вы как криптоевангелист, скажите, вот такая же тенденция блокчейн технологий тоже соблюдается, либо там иная ситуация, либо, ну, скажем, сколько по истечении там трех, там, пяти лет, сколько стартапов и 100% остаются. Вы имеете в виду наши стартапы или вообще? Я имею в виду вообще мировые стартапы в сфере блокчейна. Ну, я не, я еще раз говорю, я не эксперт в этой области, поэтому я могу что-то не то сказать, да, как бы не владею, если честно, такой статистикой. Я вам скажу больше, если это касается наших стартапов и нашей команды разработчиков, то мы уверены, что наши стартапы имеют великолепное будущее, потому что мы не пошли по проторенной дорожке, по которой сейчас идут вот буквально 98, я бы сказал, 99% стартапов в сфере IT. В сфере IT. Они раньше ходили все на ICO, там, пятое-десятое, пока ICO себя не дискредитировал, сейчас уже IEO используют, и так далее. Мы вообще, когда нас спрашивают, почему мы не проводим ICO, а что такое ICO, надо понимать, да, это всего лишь инструмент для привлечения денег в проект, понимаете, да? А вы смотрите на деньги или на команду? В смысле на деньги или на команду? Конечно, на команду, потому что это самый дорогой ресурс и самый такой, он как раз и является залогом того, будет ли успешен этот стартап или нет. Просто наши команды, они выбрали совершенно другую тактику, то есть они идут в реальный сектор экономики, понимаете? То есть это уже на сегодняшний день уже есть, скажем так, заинтересованные структуры, начиная от госструктур, это коммерческие, крупные коммерческие структуры и просто частные инвесторы, которые готовы вкладываться в эти технологии, потому что они уже сейчас востребованы. Я понял, спасибо. В Казахстане особый законодательство, просто у меня как бы есть информация, что наши татарстанские финтех-стандарты в бизнес-инкубаторы Казахстана как бы уходят. Это как прокомментируете? Вы знаете, скажем так, я знаю, что сегодня государство, чтобы не отстать любые страны, в частности, возьмем Россию и Казахстан. В России в свое время как бы это поняли благодаря руководству страны и так далее, что у вас здесь есть, кстати, под Казанью Иннополис, город высоких технологий, который этот проект датируется со стороны правительства РФ. У нас есть такой же проект в Казахстане. И, кстати, нам предлагали в свое время, во всяком случае в Казахстане нам предлагали войти как бы под эту крышу. Вы знаете, мы как бы я руководствуюсь тем, что прежде всего мы используем принцип B2B. Понимаете, да? B2G для нас это очень, ну, скажем, имеется в виду G, это как раз государство, да? То есть мы, ну, я не сторонник такой конгломерации, понимаете, да? Поэтому мы независимые, вот, и, соответственно, мы не просим у государства денег, мы их привлекаем самостоятельно, у нас есть своя целевая аудитория, свои инвесторы, они это делают осознанно, они понимают, куда они вкладывают и что от этого можно ожидать и так далее. Вот, поэтому, если я правильно понял вопрос. да? Скажите, пожалуйста, вот, упомянули, работа у вас идет, инвестирование в технологические проекты, но при этом вы отрицательно относитесь к ICO, к IEO. Сам процесс привлечения инвесторов, я просто вкратце объясню проблему, у нас, так как проектами занимались, были просто клиенты, сейчас появились инвесторы, которые готовы вкладываться. Но у всех на слуху то же самое пресловутое ICO, реально скомпрометировавшее себя, потому что ICO по факту не несет ответственности за вложенные средства. Первая проблема. Если это не секрет технологический, каким образом вы сотрудничаете с инвесторами, то есть это обычное акционирование или как? Мы как раз используем краудфандинговую схему. То есть мы привлекаем обычных людей, объясняем им, что мы делаем, в чем уникальность наших проектов, какая бизнес-модель закладывается в эти проекты, как вы можете в этом принять участие, с чего начинается. Все очень просто. Поэтому еще раз повторяю, мы, может быть, вы, я вижу, что вы более такой продвинутый в этом, вы знаете, что все, что касается цифровых активов, там есть такая позиция, баунти называется. То есть это баунти, это, можно сказать, это единица такая, где на позиции баунти может быть один человек, может быть целая команда, а может быть целая компания, которая занимается продвижением проекта и, соответственно, привлечением необходимых средств в проект за определенное вознаграждение. Вот эту схему мы как раз используем сейчас, и она очень эффективна, и для этого ICO не нужно проводить. Спасибо. И еще, может быть, если есть несколько вопросов, потому что в 7 часов нам надо освободить чуть не скала аудиторию, актовый зал. Есть вопросы? Тогда давайте поаплодируем еще раз нашему спикеру. Спасибо. Надеемся, что все из присутствующих побывают рано или поздно в Алматы, очень красивый город, горы. Да, пожалуйста, приезжайте к нам. Вот Альберт здесь сказал до меня, он говорит, мы мясо не кушаем. Я бы сказал, вы не голодали. То есть, если бы он жил на севере, я вот на крайнем севере 7 лет прожил, проработал, там вегетарианцев нету практически. Ну, вы понимаете, да, по умолчанию. А еще я могу сказать, что казахи по потреблению мяса занимают второе место в мире. А кто первое? А первое – волки. Поэтому, если вы любите мясо, приезжайте к нам. Мы очень гостеприимны. Спасибо. Спасибо большое еще раз каждому из вас. Субтитры создавал DimaTorzok